уже хочу чай варим и он даже больше на 4 перевез. А сейчас считается сколько будет пассажиров и столько шлюпок. Что у нас будет в этом чай? До земли, короче, чуть-чуть, плюнем всем компанией. Это будет варево какое-то. Я не знаю, о чем собираю, чебрец, малинка, какая у меня тут публичка, но все. Нормальная вода? Нормальная вода? Тем более, когда пить хочется, конечно. А у вас как? Нормально? Ты что, сахарок еще? Я кофею, кофею. Экспрессо. Горяченько, после чербица горького. Чебреца? Что экспрессо, что чербец. Эспрессо и чебрец. Немножечко городом, чтобы побахло. Большое спасибо бар-дро-клубу за такую замечательную возможность встретить знакомых, друзей из этой компании. Мы встречаемся обычно на концертах, а там вся вот эта шумиха, беготня. А здесь можно поговорить с людьми в любой момент. Можно посмотреть, как они спят. В неформальной обстановочке, все хорошо. Вот разбудили человека. Да. Делаем ставки. Там была палочка кишечная или нет? Да нет, а откуда она там завязывает? Кишечная палочка. Что ты, сыр что ли? Только кишечное дерево, кишечный кусок. Я такое дерьмо в жизни ел, что... А зачем ты дерьмо ел в жизни? Лиза свидетел, как я роняю мясо на землю и землю жую грызям. Ужасно, грызям. Так это ж мясо. Что ему про пухтай, да, кишечка? Ну я, ладно, ладно, отложила. Сейчас я открыл анекдот ему. Был полин такой. Он получочек завар назывался. Что вы не дали? Советский еще. И он такой, говорит. Идут три мужика по полю. Раз смотрят, бутылка стоит. Открыли, понюхали. Водка вроде. Первый такой берет, блоток делает и замертво падает. Двое такие переглянулись, елки-палки. Понюхали. Ну блин, ну водка же, елки-палки. Второй раз выпивает и тоже замертво падает. Третий такой стоит, смотрит, тут два лежит, бутылка открытого понюхал. Ну мужики, ну вот, бутылка. Ну вот, водка же елки. Помогите! Так и ты с мясом. Ну мясо же. Ну упала в землю, но мясо же. Морда шире, когда больше грязи. Больше грязи шире морда. В 2020 пандемия кончилась, карантин кончился, все живые. Ура! Ой, не говори ты про это. Это первая хорошая новость. Вторая новость. Городу Сгимногорску в этом году 300 лет. И мы готовимся на парк Трофестиваль Малаубинка 2020. Единственное, если Аким район нам даст разрешение на детский отдыхный лагерь Толагай. Приглашайте взрослых, приглашайте подруг, друзей и детей. Сколько надо человеку? Я думаю, чем больше. Неограничено. Дело-то в следующем. Человеки, человеки, человеки в том году приехали и отказывались платить входные билеты, входные суммы. А, да, друзья, организаторы не миллионеры. Человеки, это... Ростые люди из народа. Три года мы делаем фестиваль на свои средства без каких-либо спонсоров. Озвучьте, пожалуйста, цены. Полторы тысячи будут входные в этом году. С каждого человека. Но будет хорошая аппаратура, качественная. Это нормально, это дешево. Будут огни на сцене, будет всё. Каша, будет плов. Дороже очень даже в тяже. Короче, фестиваль, ребята, набирает силу. Медленно, но верно. Фестиваль нынче планируем на пятницу, субботу и воскресенье. То есть две ночи будет. А какой месяц? Это август будет месяц. Да, дети уезжают. Примерно начало двадцатых чисел. И в пятницу будет не рок-пятница, насколько я понял. Будет свободный микрофон. А будет дорога, путешествие, рыбалка. То есть там именно досуг. Чтоб мы не сидели вот так вот. Игра в мафию всем лагерем. Игра в мафию. Ну молодёжь любит мафию играть. Потом объясним. Это карточная игра. Она очень психологическая. Каждому выдаётся по автомату. Да. Программа будет... Кто кому не нравится, кто успевает. Так, и ребята, сразу подчёркиваю. Бард-рок. Клуб Ускименогорск, который Ускименогорск Бард-рок, держит направление бардовское и роковское. Поэтому зовите всех бардов, рокеров, я не знаю, рэперов. Это не совсем правильно и этично делить музыку на бард и рок. Да, да. Есть музыка, есть творчество. Это главное. У нас и рэперы приезжают. И те рэперы, которым очень тяжело отказать в выступлении. Потому что там та же самая поэзия довольно высокого качества. Да, исполнение своеобразное, но в этом ничего страшного нет. Оно слушается и воспринимается очень хорошо. Любое направление, будь там фолк-рок, инди-рок. Неважно, вообще просто живое исполнение, лирика, все пойдет, все хорошо. Инструментальные композиции, любые инструменты, все приветствуется. Даже просто тихотворные. Ну это и само собой. Ну давайте начнем. Ермек. Я забыл аккорды, ладно. Леха, на тебя буду вспомнить. Играй, потом вспомни. Тихо, тихо, тихо. Не унывай, Когда разлука Стрелой из лука Да прямо в сердце У самолета Одна наука Лететь по трассе Да с тихим звуком На-на-на, 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 на-на-на-на Не довелось поесть вареники с картошкой Той самой, что вчера копал Алешка Я умудрился все испортить И упасть в своих глазах Я много выпил, не рассчитал, не выдержал Обидел Твой телефон не умолкал ни на минуту Твой бизнес расцветает словно роза Ты самая красивая на свете И вот лечу в заоблачной карете На-на-на, на-на-на, на-на-на Индийский фильм – это танцы , слезы, драки Любовь без правил Выше самой умной правды Прощай, прощай Что делать с невосполненной утратой Я волком стал А раньше был собакой Не унывай, не унывай Когда разлука Стрелой из лука Да прямо в сердце У самолета Одна наука Лететь по трассе Лететь по трассе Я тебя люблю Чем нравится творчество Ермека Тютенова? Тем, что оно доброе Позитивное Есть, конечно, там несколько грустных песен Но в целом Молодец Я сейчас живой Я сейчас живой Ну, надо сказать, что Ермек после долгого молчания 8 лет не писал песен И он работает сейчас над новой песней Которую мы обязательно опубликуем Да, спасибо, Саня Ты написал новую песню Чучелов, ты написал новую песню, Кусаша Я напишу Обещай Ладно, обещаю Ладно, ладно А раз обещаешь Он, если бы не был такой скользкой рыбиной Он бы сказал Ты отстань Вот так Кого он не может Да, я там это Да, я там что попало Да, давай пиши, что попало Вон так Я сделаю Я уже там пишу Но там у меня такие слова Вообще, как будто не я пишу Писал уже несколько Будем Александр, ты человек новый В нашем клубе Буквально первый день Да до соток еще не прошло Расскажи о себе, кто такой Чем занимаешься Любишь ли музыку Мне 33 года Музыку я люблю Собственно В группе Ермека я состоял Из его репоста я узнал, что будет сегодняшняя поездка Я увидел, что она переносится в прошлой субботу В прошлой субботу я работал, не мог А тут я увидел, что места свободные есть И позвонил сразу Сам я электрик, работаю На ГЭС Ну вот, собственно, мы на водохранилище Образованном ГЭС и находимся Здорово Жена не смогла Все сошлось Младшего сына Молодец Надеюсь, не пожалел? Да нет, конечно Что нравится? На подобных мероприятиях Я в прошлом году Ну, забыл, а с кем на рок-майорку ходил От тебя сегодня что-нибудь услышим? Я не знаю Исполнив? Все лучше играют намного Да ладно У нас нет лучше, у нас все одинаковые Что-нибудь, да Все здорово, ждем Спасибо Есть у нас в клубе еще один новенький человек Появился совсем недавно Это участник группы Эрцгама, гитарист Кирилл Черцов Ну, он уже засветился даже в одном мероприятии В переселении душ А, даже не в одном, да И был ученый концерт Ну, пока мы о нем ничего не знаем Мы собрались сейчас в неформальной обстановке Поэтому сейчас Вот он Поэтому сейчас прямо от него Из первых уст, так сказать, узнаем Кто такой Кирилл Черцов? Кирилл, привет Здравствуйте Я Кирилл Гитарист Эрцгаммы Отучился в том году на переводчика Какой язык? Сейчас пока не работает Английский язык Do you speak English? Yes Давайте именно русский Ну, что еще могу рассказать Пока что не работает Работаешь в музыке? В музыке, да Ну, гитарой занимаюсь уже лет пять Где-то Для пяти лет Но я не пою Ну, блин, это новый горизонт Пока Пока не пою Вот с этими свяжешься Запоешься Руководитель горного ручья Здравствуйте Мы еще живы Я вас люблю Я не умер от пандемии И все такое А что ешь? Была вот здесь птичка Улетела Мы за гурманное отношение к животным Так, следующий Новый человек Которого не было в прошлом году И который вообще редко бывает Это Александр Рогозин О, Рогозки Чемпион мира Чемпион своего внутреннего мира Что там твой внутренний мир говорит Тебе Жрать уже не хочет О, внутренний мир вообще Это Благодарит За вкусные Внутренний мир Благодарит внешний мир От глубины души За вкусные остатки птичек Да, да, да Который улетел Александр Рогозин Он у нас обладатель гран-при, да? Ой, да На малоубинке Это чистая случайность Ты же понимаешь, что в жизни случайностей не бывает Не скромничай Давай скажи тем, кто о себе ничего не знает Кто ты такой, чем занимаешься Мы-то про тебя все знаем Вы-то Александр Рогозин Менеджер среднего звена Менеджер среднего звена Я не работаю под Я работаю на Продаю шланги Шланги надо? Эй, не шлангуй тут Иногда Выражаю творческие потуги Ты сейчас с идиотского на русский переведи Крайне редко Что-то воспроизвожу Из своего, из чужого Участник проекта Сезон дождей С 2007 года Ты что, помнишь даже эту дату? Конечно Второе возрождение Второго возрождения 2014 Кстати, ты много где засветился В записях-то присутствуешь Да, в записях есть Тебя же мы сняли еще и в клипе Вот какая коленка справа, вот видели, там торчит Это моя Кодоки у Ленина Ну, тебе спасибо за игру в клипе Это уже было после Это было в том году, да? А зато Ну что, спасибо, что в очередной раз не забываете, приглашаете Ну, мы перестанем это делать, потому что что все реже и реже Да, я завец как минимум Первый репетив, год первый репетив И трудоголик Все, и так на тебя столько пленки потратили У тебя сколько, 24? Там, кстати, дополнительные пробные три было А теперь человек, производящий неизгладимое устрашающее впечатление при первом взгляде В последствии оказывающийся очень добрый Ну, урка вообще, я купола не вижу твоей Я не знаю, что все говорят Я интеллигентный панк Работаю детским аниматором В это сложно поверить, но да Я работаю детским аниматором Играю в великой группе Рцгамма на великом инструменте бас-гитара Ну, к нему, кстати, дети тянутся, потому что у меня доча Лиза Женя, Лиза Женя, Лиза Женя Вот так вот Пишу иногда песни Она не успела сделать вам наклейки, но ура преследующих Оп, уйдите, вот это плохие песни Люблю тупые песни, не люблю умную музыку Безумную музыку люблю только сезон дождей Ух ты, блин, вот ты подлиза, а Я бы там без справочника не разберешься Понедельника я еще торжественный на работе косынка Вау, вау, серьезно И че, че будешь делать? Потому что не альпинизм А, альпинизм? Чуть-чуть Стеночки красить Глузы-то вязать умеешь? Да Ну смотри, перепроверяй каждый раз Хороший был у нас в Афирте Как он высоко лазил, да, и как он быстро падал До высокого полета Ну спасибо, Фирс, про тебя, я думаю, весь город знает Каждая собака Поэтому так, формально про тебя тоже рассказали Следующие новые люди Так вот он, Комков с собакой Кадр-то скипай Вот он, Комков вместе с собакой Вот собаку накормили Все мы с ним подружили Камеру давно не видел Позавчерашнего дня Александр Ну расскажи о себе пару слов Я? Я люблю людей А вообще ненавижу Ясно Расскажи, как нам попал, как захотел У тебя же не получалось Я вообще к вам попал, в принципе, давно Ну, как бы, я даже тебя не знал У меня была подружка Ира Завражного Это было очень давно Когда Ермек еще начинал вот это вот дело Горный ручей Да, Горный ручей Она меня говорит Пойдем Ты же на гитаре играешь Там туда-сюда И все Я туда зашел И все И до сих пор С вами И с ними И с нами И с вами Молодец Молодец, что у тебя получилось попасть Надеюсь, я сегодня услышу пару вопросов Что? Пару вопросов Услышим сегодня Пару песен Хотя бы Конечно, да Вот и отлично Ну отдыхай Кушай Спасибо, блин Следующий новый человек Кто у нас новый человек? Я сейчас скажу, кто новый человек У нас же не было еще кое-кого У нас не было нашего гитариста Артема Мартынов Артем Мартынов Я сейчас сделаю поворот на 180 градусов Очень редко Очень резко Очень редко так делаю Очень резко Как бы не закрушилась голова У нашего зрителя Вот он Артем Мартынов Привет Он самый Привет Давно с тобой не виделись Буквально с вчерашней ночью Я почувствую жатие перестал что-то чувствовать Да, так оно и есть Расскажи о себе Ну я что Я гитарист Группы Сезон Дождей Участник бордер-клуба Люблю музыку Потихоньку пишу песни Играем Развиваемся С кем сегодня сюда прибыл С по-другой Со своей или с чужой И со своей и с чужой Слушай, я тебе зря, похоже, этот вопрос задавал Молодежь, вы меня вообще просто умиляете Есть еще что рассказать? Что рассказать? Ты мясо по-прежнему не ешь, да? Не ешь Ну ешь сосиски, в них нет мяса Ешь сосиски Нет, нет мяса Все, спасибо Ну теперь надо с Настей поговорить С подругой Артема Подругой Артема Та, которая и Артема, и не Артема Настя, привет Привет Ты первый раз с нами, да? Да Ну так-то на концертах-то бывало, смотрела, да? Каким безобразием занимается твой друг Да Вот, ты, как бы это, можешь ответить на один вопрос Он нас совершенно сбил с толку Он говорит, ты как бы его подруга, ну, не как бы вообще его подруга, но не только его Вот что имел в виду? Что ты имел в виду? Я что имел в виду? Погнали, погнали Как, уже друзья И в этот момент должна в кадр влететь пощечина Расскажи, чем занимаешься? Мучусь? Студентка? Да Господа, товарищи, добрые Какой участок? Свободная область, пожалуйста За счетую в чрезвычайных ситуациях Ух, нифига себе ЧС-ники у нас? Да Так, что там пожарную безопасность соблюдают? Нет? Мангалы развели в правильном месте? Да Пожарная безопасность? Где-то рядом, нету Возгорания Понятно У меня больше не пожарная безопасность В целом? В целом спасатели, они на пожары и легкие выезжают, именно в тушительном месте Риск кому-то получить травму, несовместимую жизнь и сегодня есть? Риск всегда есть? Вот, это ответ честненько, точно Я его ожидал Можно утонуть даже в стакане воды Можно Если ты до этого напил все Не будем о грустном Спасибо Скучно тебе? Малик, попробуй вот этот чаек Ну что же, новые гости у нас, кажется, подошли к концу Остались старые гостики Да, старых что говорить, все про них знают Ну кто же, например, не знает Виктора Михайловича Есть подруга Ивана Сурикова Александра Она же являлась вегетарианкой Она очень занимательную историю рассказывала Александра, можно вас в камере? Конечно, можно Здравствуйте Через стол пойдете? А, вот так Обычно когда заваривают Оп Ну, скажите о себе О том, как все-таки завязали с вегетарианством Меня зовут Саша Меня зовут Саша И недавно я закончила школу После перелетного И стараюсь исправить наше кеологию Да Неплохое ручало Это уже конкретная программа есть? Или просто желание? Просто желание Но желание скоро перерастет в программу Понятно, у нас на поляне нормы как бы соответствуют Да, конечно, все в порядке Да Я думаю, что Будущий колок оценил Все в порядке Все хорошо Надо будет проследить за тем Да В каком состоянии будем сдавать эту поляну Конечно Будущий колок проследит, обязательно Итак, почему же я стала вегетарианкой? Все началось 14 лет, когда не стало практически есть мясо Точнее, мне раньше собрали есть мясо И я это ела через силу И после чего Сижу, я не пропала Знаете, когда я пробовала Когда я ела мясо, я чувствовала, что это Животное, которое потеет И это противное такое ощущение И потом, когда не стала плевать Я началась с мясом Смирилась с осознанностью нашей Вот так Занимательная история Очень, очень интересная На поляне нравится? Очень Такая музычка душевая Ну что, все впереди Да Надеюсь, в следующем году Еще этот не закончился Все счастливы Да Все Все Так скажем, сын фестиваля Именно там он попробовал Тебе сколько было 4 года назад? 16 Теперь 17 Теперь 17 Попотало 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 Не смущайте парня Дайте ему лучше спеть Мне 15 было, я поехал Можно это? Давай Теперь могу Чуть покороче Что не свойственно для меня Я сейчас буду петь вообще песню, которая Ну в смысле это новый исполнитель Пастер То есть это современная вообще музыка Я в основном старое пою, но сейчас решил спеть Хамалиновые Будем с удовольствием слушать Практически в совершенстве знает английский язык Да он вообще переводчик Так, а вам с Кириллом надо пообщаться Мы ничего не у нас переводчик есть Ну отлично Можете переводить Новое поколение Будете вместе, бабушек, череда Хамалиновые прятки Давай мы с тобой сыграем в прятки И я тебя искать не буду Я найду себе намного лучше Я найду себе совсем другую Давай мы с тобой сыграем в прятки И я тебя искать не буду Я найду себе намного лучше Я найду себе совсем другую Давай мы с тобой сыграем в счастье И я с тобой играть не буду Ведь ты кричал в телефон Иди влюбись другую Ну а как же я влюблюсь, если она не ты Ведь они не ты Весь этот мир 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 не ты Какие морозы, какие розы, шипы да занозы Я заторчал тобой всего лишь до зуда из себя Пока совсем не стало поздно Я погибая, умираю, сильно скучаю Больше к тебе не вернусь Не ищи меня, я не вернусь Не люби меня, я не вернусь Давай мы с тобой сыграем прямо И я тебя искать не буду Я найду себе намного лучше И я найду себе совсем другую Совсем другую Белые розы, белые розы Одолжить спортжилетик Я хочу на лодочке сплавать На плавке умею, сыгло То есть до пароходов мы не доросли Исполняют Светлана Полянская и Михаил Родионов Комета неба сторожит, виляя хвостиком Здесь у галактик рукава каймою вышиты А там по маковку трава, куда уж вышита Нам это поле перейти, бок о бок выпала Я весь репейник на пути, руками выпалю Осталась только лебеда, истреби моя Но ты меня не покидай Прошу, любимый мой Осталась только лебеда, истреби моя Но ты меня не покидай Прошу, любимый мой Над синей крышею дымок И стол под сливою Старался сделать ты, как мог, меня счастливою Чтоб путеводный свет, не газ Ночи бы выручил И отче наш, как отче нас На память выучил Синицы теплою в руке И грешным соколам Не важно как, не важно кем Я буду около Какая б не была беда Тебе не брошу я И ты меня не покидай Прошу, хороший мой А теперь объявляем небольшой перерыв На купание, на перекусы, на чай Кушать, как пианический лагерь Сань, что, купаешься? Да, знаешь, водолаз Круто Растяжение есть, мы сейчас уже не скутался Кребец 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 Продолжение следует...